Еженедельное аппаратное совещание актива города началось с обсуждения вопроса оплаты коммунальных услуг муниципальными работниками. О необходимости вовремя оплачивать по счетам отметил ответственный по данному вопросу управляющий делами администрации Гаджияв Магомедов. На сегодняшний день 85% наших работников, муниципальных служащих и тех служб, которые находятся на территории города, оплатили за свои долги. Они сегодня, у меня информация здесь есть. Предварительно сегодня у меня с главой, глава меня вызвал и дал мне указание, чтобы с теми людьми, которые еще не успели отчитаться за этот год, чтобы я с вами имел беседу. Следующим вопросом, обсужденным в рамках совещания, стало санитарное состояние города и отдельных участков. С информацией по этому направлению выступил заместитель главы города Исмаил Дадаев, который в составе административной группы по жалобам жителей дома номер 2 по улице Кардашова посетил данный участок. С нами встретились жильцы до подъезда и говорят, что вы же с администрацией, да, посмотрите, пожалуйста, на ситуацию, где мусорные баки стоят, там-то и баки не стоят, Кардашова 2, разбросан мусор по всему периметру. Туда дойти даже до основного места, где мусор бросать нельзя, надо сапогами туда ходить. Это о чем говорит? О том, что машина по уборке мусора туда не заезжала даже месяц, я примерно говорю. Ахлая ситуация там с мусором. Это одна ситуация. Вторая ситуация. От Ринка Шовец по Дзелонскому повороту мы вчера с главой города бежали. До этого приглашали спецавтохозяйство, Нурмагомеда, Руслана приглашали. И объясняли ситуацию, что на определенной улице целое столпотворение мусора. Целая улица загажена, закрыта, там ни проезда, ничего нет. Глава города Зайнудин Акмазов дал поручение руководству управления коммунального хозяйства и всех коммунальных служб разобраться в данной ситуации и привести участок в порядок в ближайшее время. Кроме этого, он отметил об активизации работы в направлении саночистки. Примут участие в этом все работники администрации. Сейчас мы будем распределять всех работников. Мы будем полностью отвечать за этот участок. И еще распределим по округам, чтобы курировали наши замы. Вот 6 замов, 6 округов будет в городе. И все будут, все будут, всех, которые так будут. Так в городе нельзя. Главная улица, да, поле не чистые, нормально все. А чуть отедешь от главной улицы, там уже почти что хаос. Одним только вот этим управлением мы не справимся. Всем надо браться за город. Завершилось совещание подведением итогов Республиканской Олимпиады по избирательному праву. Город Хасаюр представлял член Совета клуба молодого избирателя и учащийся многопрофильного лицея Багаудин Исаков, который уступил чемпиону только один балл и завоевал второе место. С этим значительным достижением поздравил его и вручил благодарственное письмо, кубок, а также денежное вознаграждение председатель территориального избирательного участка города Ибрагим Дадаев. Заира Магомедова, Мажет Булатханов, информационная программа «Пульс».